Всем привет, с вами Боди И если что, на нашем втором канале Сегодня вышло уже 3 новых ролика И мы сделали новое прохождение Майнкрафт, поэтому подписывайтесь Если вы еще не подписаны, первая ссылка В описании на наш второй туб канал, я надеюсь Что вы подпишетесь, там уже 108 тысяч Подписанных ребят, поэтому Включайте уведомления Дайте я закрою, закрою Вот, все, короче, сегодня топ 5 Клонов, Влада А4 от Теллблок Аааа, тут сразу я Своё недовольство, комментария Трф, это Хайман Начал снимать, когда А4 еще не родился Так что не надо тут Как обычно, походу Теллблога хейтят Но давайте посмотрим видосик Потому что вы просили посмотреть Когда что-либо выстреливает Люди в спешке пытаются скопировать все Подчистую, так же и в сфере видеоблогинга Если автор взрывает тренды Сразу же появляются пародии Делающие шаблонный контент Ярчайший пример Влад Бумага и его Проект А4 Безусловно, он сам не безгрешен, однако Сейчас ютубер наиболее обсуждаемая Персона на видеохостинге И некоторые менее популярные блогеры Выжимают все суки из Образа, стиля и формата Видосов бумаги Да, конечно, по большому счету Сам Бумага скопировал это все на западе И тем не менее, он номер один Самый популярный и сильный И один из первых на русском ютубе Так Там у всех остальных мы называем Да я пока не знаю, что мне сказать Я слушаю его Добро пожаловать на Телблог Здесь же тематика топ-5 клонов Влада А4 Значит, он сейчас будет перечислять клонов, которые Нереально сильно похожи На Влада А4 или что? И сегодня мы представляем топ-5 клонов Влада А4 Пятое место Вильям Броно Да уж, челленджеров развелось настолько много Что невольно начинаешь путаться в них Открывает наш топ вот этот экспрессивный парень Герасиев Ок Следующий пранк будет немного ветреный Сейчас Алина смотрит мультики Я немного прибукну ее своей дуйкой Ох уж эта подача Интересно, кем он так вдохновился на пути становления блогером Ах да, ответ же находится прямо на поверхности Всем привет, друзья Меня зовут Вильям Броно И это мой новый ролик Который называется Экстремальное видео с подписчиками Селлендж Это наглядный пример идеального клонирования В общем, смотри сам Серия роликов купил от А до Я Так же, как и А4 Всем привет, дорогие друзья Меня зовут Вильям Броно И это мой новый ролик В котором я куплю своему подписчику все от А до Я У нас есть такой прекрасный алфавит И сегодня мы снимаем алфавит челлендж У нас есть 33 буквы Вперед или назад челлендж Вот это совпадение точно такой же и у бумаги Посарайся куда Давай, давай, держи меня за руку Я сделаю правильный выбор Давай Ну что, готов? Ну давай Три, два, один Экстремальные прятки Ну, хотя бы, локации разные На том спасибо Кто-то ходит и стучится в двери Есть кто? Есть, говорит, кто? Сейчас мы здесь все осмотрим Это вообще разные Это разные типы Так, ну здесь, думаю, нормально будет А, и еще до боли Почему он, почему он приравнял сейчас видос Герасева? Да? Есть кто? К Владу А4 Телблок Ты че? Это вообще два разных видео Абсолютно не похожих на друга Я понимаю, если бы Герасев там Влад Ой, 24 часа так же бы назвал Про младшего брата Но здесь абсолютно разные Тот в коробке прячется А здесь младший брат вообще прячется Влада Сейчас мы Ой, Телблок, ты меня удивляешь Здесь все осмотрим Так, ну здесь, думаю, нормально будет А, и еще до боли знакомое число в 1000 долларов Это что, уже настоящий стандарт в челленджах? Кто последний уснет, тот получит 1000 долларов В общем, Вильям может смело переименовывать свой канал Вильям А4, Вильям Бумага, либо же Бумага Бруно А я могу смело переименовывать реакции на Влада А4 Маргенштерна и остальных ютуберов Так будет в разы честнее Верно Четвертое место Поэтому не забывайте подписываться на наш второй канал Где я снимаю ежедневно вам игры И сегодня вышло три новых ролика Три! Три! По до три Герасев И пожалуйста, включайте уведомления Потому что скоро хоррор игра выйдет Саня скромный парень, мечтающий А, вот-вот, Герасев Герасев я его называл, Герасев Покорить Эверест ютуба, который выбрал для своего Восхождения уже протоптанную Владом А4 тропу Чувак хорошо снимает, реально хорошо Не зря весь на канале Герасева Самым первым видосом числился 24 часа в кино Сразу видно, чья школа Открытие этого всего будет в девять И мы до девяти, наверное, будем здесь А потом посмотрим Ставим будильник Будем пряжать Может, в этот утро спрячемся Правда, после Саня свернул немного в другую сторону И затесался в сфере лайфхаков В основном Герасев снимал всякие темы с фастфудом А-ля как пожрать на халяву И тому подобное Год спустя блогера взбудоражила тема бабок и всяких челленджей Прямо или косвенно связанных с ними Вот на этом моменте начинают подкрадываться нотки сомнений в оригинальности его контента Плавно наплыв челленджей занял господствующее место в ленте канала А дальше пошло-поехало Представляя миниатюру, найди хотя бы одно отличие Все из одной и той же оперы Выбери что-то правильное Сделай что-то, чтобы выиграть тысячу бачей А последний вылезет откуда? Я... Ой, я что-то не понимаю Где одинаковые ролики? Этот чувак, походу, что-то путает Раз, семь Керосиф и А4 Верно? Верно Керосиф и А4 Если что, со второго канала, не с основного На втором канале я не подписан почти ни на кого Гигантская кровать, кто последний выживет? Деньги или прозрачный сейф? Обмани детектор лжи, экстремальные прятки с шпионским Дал безлимитную карту ребенку Кто последний вылезет из прозрачного шара? Кто последний заговорит? Кто сделает тикток? Сто слоев чейндж против настоя... Ем еду под водой Неразрушимый картонный бункер 8 способов пранкануть учителя в школе Я не понимаю, либо у Телблога... Телблог, мне кажется, то, что ты тупо хайпишь на Владе А4 Потому что видишь то, что у тебя просмотры собираются с него и все Но ты его обсираешь И, в принципе, всех, кто снимает похожий контент Я не понимаю, зачем ты это делаешь? Я понимаю то, что у тебя заходят ролики на А4, но... Можно хоть какую-то дань уважения проявить к А4 И сделать какой-то позитивный ролик У тебя абсолютно все ролики Это про то, как кто-то у кого-то там плагиатит Не дай бог, чтобы он еще на меня снял видос То, что самый убогий ютубер Боди Который делает реакции на А4 Потому что у него собирается просмотр Нет, чувак, мне просто интересно смотреть А4 Ну и, в принципе, реально людям интересно вместе со мной смотреть Потому что реально просмотр набирается И людям интересно это смотреть вместе со мной Вот Но я его, как бы, никак плохо к нему не отношусь Потому что человек снимает свой контент Я снимаю свой контент, которого нет Поэтому подписывайтесь на наш второй ютуб канал Но, чувак, что-то путает Ой, Телбок, ты какую-то дичь несешь, честно Что-то ты слишком много на себя берешь, мне кажется И слишком много всех здесь кибербуллишь, грубо говоря, да? Типа клоны А4, Герасиев Сейчас еще за Хаймана, походу, что-то будет, да? Хайман начал снимать, когда А4 еще не родился Так что не надо тут Что-то сейчас будет полюбасом Куда-то успей потратить Не, ну это реально уже перебор И сегодня я решил проверить Сможет ли обычный школьник потратить 1000 долларов за час В обычном продуктовом магазине Сегодня у нас есть 4 участника Артем, Паша, Марк и Гоша И каждый из них сегодня, ребята, получит шанс Потратить 1 миллион рублей Так это же популярная тема была Разные сценарии везде одинаковые Постоянно какой-то эффект дежавю Так там уже было про школьника, а здесь 4 человека в кадре Это же не одно и то же Не находишь? Третье место Пушер Огромную долю популярности Артем отхапал база прошлым летом Когда после долгих изнурительных поисков контента Наконец-то набрел на золотую жилу Палочкой и выручалочкой оказались автоматы с игрушками Так тут еще и стопки на... Ну это я знаю, да Но это вообще не связан контент с А4 Питые сотками полкиниками, в которых так визуально Но тысяч по 5, по 10 И вот сейчас мы их, ребята, будем пытаться выигрывать Ютубер после первого ролика просек фишку И залпом понеслись видосы с этими лохотронами То жвачки выигрывал, то айфон И то, прости господи, кроссовки Гуччи Кроссовки Гуччи в игровом автомате Однако интерес публики Ресурс не бесконечный Поэтому пришлось выкручиваться Пошевелив извилинами блогеру Пришла гениальная мысль Соединить трендовый формат челленджей Со старыми добрыми автоматами Ох, сразу две! Сразу две! Ты это видел, как оно лобко зацепило? Сразу две игрушки! Начало вышло опять Таки резвое, ну а затем уже спад А вот у нашего любимого Влада Дела шли как по маслу Миллион за миллионом И Пушер тогда наверняка подумал Ммм, а почему бы не выцепить пару фишек? Выбери что-то правильное Кто последний вылезет откуда-то? Успей потратить! Да-да-да, наш песня хороша Начинай сначала Как оказалось, это была бомба Замедленного действия Со временем прямая в графике Оригинальности контента Все больше стремится к нулю А результатом мутации Стал очередной клон Влада А4 То есть абсолютно шаблонный канал По сути, большая часть видосов Это пережеванные ролики С канала бумаги Зацени Покупай все, что ты можешь Унести из магазина Ну давайте проверим Врет ли Телблок или нет Так, А4 Кто последний заговорит? Это это, мы все запомнили Давайте Так Деньги или гигантский сейф Угадай пин-код от безлимитной карты Кто последний вылезет из тонущего дома? Куплю все, что ты унесешь Кто последний откроет парашют? Кто последний выйдет из колеса обозрения? Я Вы хоть одно что-нибудь видели? То, что сейчас выходит у Влада А4 Хоть что-нибудь Не, ну я понял, за что его захейтили Я уже понял 1500 дизов Окей И куплю все, что ты унесешь маленькими ручками У нас есть 4 человека 4 магазина Одна золотая карта, которая опла... А, он типа... Ой, чувак, ты че? Он берет старые ролики Влада Которому уже год, наверное И типа, если сейчас Пушер выкладывает эти ролики, да? Те, что старые ролики То это означает, это плагиат Да Конечно Я понимаю, ты бы сказал, если бы, ну, типа, вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Влад выложил, а тут через два дня он выложил. Ну, я в голове не укладывается старые ролики Влада, и типа, нет, чувак, мне кажется, это бред полный. Любые покупки, которые... Да давай уже дальше. Всё, что унесут, вот этими вот маленькими ручками. Как вы понимаете, задача не... Это все снимали, это все снимали и снимают. Насколько круто набирает контент А4, парниша решил переформатнуться. Бывали, конечно, случаи, что ролик сначала выходил у Пушера, а уже потом у Влада... Как у меня болит шея. А да как, например, куплю всё, что ты нарисуешь, или кто последний вылезет из гроба. Но это потому, что Артём порой оперативнее срезает тренды. Однако первым их начал срезать именно бумага, а Пушер лишь его последователь. Второе место. Хаймен. Андрей с Владом давние приятели, и постепенно из коллег по цеху они превратились в работяку одного станка, за которым и штампуют свои видеоролики по типу «Выбери что-то правильно», «Кто последний, тот», «24 часа делают что-то», «Проверяю лайфхаки из ТикТока», в общем, на что только не способно их конвейерное производство. В этом видео я проверю самые популярные лайфхаки из ТикТока. Сегодня я буду снимать проверку лайфхаков из ТикТока. А ведь так было не всегда. В своё время Андрюха выделялся из серой массы челленджеров и мутил реально годные проекты. Вспомнить хотя бы серию роликов про картонные поделки, но не такие как... Ну, надо проверять, надо проверять, надо проверять, надо проверять. Так. Абсолютно, абсолютно отличается контент. Ничего. Вот-вот-вот «24 часа», говорю, до младшему брату, это месяц назад. Но у Влада это выходило полгода назад или год назад, поэтому я к этому даже придираться не буду. Экстремальные прятки с камуфляжными костюмами. У Влада вообще было другое. У Влада были экстремальные... Вообще... Это и у Димы Масленникова взяли. У Димы Масленникова. Вроде Дима Масленников первый делал экстремальные прятки. Или Влад, я не помню. А вообще всё это взято с запада, давайте будем честны. Но насчёт клонов, да, конечно, ты перегнул чувак. Ты считаешь клоном Хаймана, который делает абсолютно другой контент. У него абсолютно другой. Да, похож. Похож. По названию. Но начинка абсолютно другая. Это то же самое, что сравнить хлеб... И какой-нибудь пряник. Да, они состоят из-за одного и того же, но начинка абсолютно разная. Где-то джем, где-то шоколад. Вот. Это чё означает? То, что все плагиатят у друг друга? Ты чё это за хрень, что ли? Я понимаю, если бы ты сказал, что все плагиатят у запада. Во! Но не у Влада А4, братан. Не у Влада А4 никто не плагиатит. Все либо плагиатят с запада, либо... Либо сами придумывают. Потому что я не верю в то, что кто-то будет плагиат... Кто-то будет брать идею у Влада. Чё за бред? Зачем? У них у всех свои, вон, я видел видосы. Радики делали, а сложная конструкция. Ламборджини Авинтадор 2017 года. Не крашеная, не битая, не жрет масла, а также не жрет бензин. Да, для блогера это был целый квест. Но и отдача от подписчиков тоже была не слабой. Однако под давлением трендов сложно устоять. Если хочешь закрепиться в элитной тусовочке, надо следовать веяниям моды. Что, собственно, и сделал Хаймен. Проматываем немного вперед и возвращаемся к тому, с чего и начали. Экстремальные прятки, большая, маленькая или средняя еда, 24 часа в тюрьме. И это я привел в качестве примера только последние ролики. И не копался в том, что было 3-4 месяца назад. Я за тебя покопаюсь и посмотрю. Я Влада каждый день смотрю. И я точно узнаю, что есть, было у Влада или нет. Сладкая, острая или соленая еда челлендж. Окей, было. Ледяная, горячая обычно не знаю. Пьем напитки по алфавиту челлендж. Не, не было. Проверял новые лайфхаки из тиктока. Влад один раз снимал из тиктока, если не ошибаюсь, максимум 2 раза. И то это было 2 года назад. Экстремальная покраска тела вообще не было. Абсолютно не было. У Влада точно не было. Я куплю бедные школьницы. Точно у Влада не было. Короче, у нас Теллблок что-то в своем мире, мне кажется. Он что-то... Нет, я попросил его высказать свое мнение, да? Вот он высказывает свое мнение. В принципе, я не согласен с таким мнением. Но человек реально высказал свое мнение. Он считает, что он прав. Я стою в своей позиции. Никто, никого нет. Просто, типа, Теллблок ко мне нейтрально относится, я надеюсь. Я к Теллблогу нормально отношусь. Типа, я о нем плохо ничего не говорю. По крайней мере, я только высказываю свое мнение, которое мне не нравится. То есть, мне не нравится слышать то, что он там говорит. Ну, это называется защита, да? Скорее всего, я просто защищаю пацанов. Вот. А если говорить с нормальной точки зрения, то, ну, типа... Ну, он решил так. Окей, хорошо. Я не буду, как бы, в его точку зрения лезть. Просто я другого мнения. Я считаю, что пацаны все крадут с запада, либо что-то сами придумывают. Я не думаю, что они будут красть идею Влада А4. Это было бы... Это было бы тупо, наверное. Ребята сами умные. Они не тупые, чтобы красть идею Влада. Типа, можно быть умнее и украсть идею с запада. И быстрее сделать этот челлендж. Но зачем брать идею у Влада, когда можно западу украсть? Так сейчас все делают. Но, в принципе, они могут и сами свою идею, ну, типа, вот эту вот все сделать. Короче, вы поняли. Понятно, что Хаймен делает все, что уже зашло у Влада. А че твои братьки не приходят к тебе? Я не знаю. Класселы не приходят. Конечно же, пуска. Ну, нормально, пуска. Я не пуска, а кликуха пуска. Ну, кстати, здесь он меня подловил, Теллбок. Здесь, если и правда так... Я че-то не увидел у Хаймана этот видос. А где этот видос у Хаймана был? А, 24 часа в тюрьме с настоящим зэком. Хорошо, он взял концепцию у Влада, наверное, но он ее все равно изменил. Он не взял под копирку. У Влада А4 не было... Или было? Не помню, было ли у Влада А4. Че-то не знаю я, короче. Наверняка блогеры так себя неплохо чувствуют с 15 миллионами подписчиков. Ну, а вдруг Андрей снова придумает что-то эдакое, как с картонными поделками. И кто знает, может в будущем уже бумага будет зеркальным отражением Андрея, а не наоборот. Но это все домыслы. А факты мы изложили. Ну и первое место. Егорик. До поры до времени Егор с Владом были братками и творили контент, работая в одной команде. Около года назад их пути разошлись. Но в принципе, зачем выдумывать что-то новое, когда и старое дает стабильный профит. Ученик усвоил урок учителя. Я даже сказал бы, зазубрил. Ведь куда сложнее найти различия, нежели сходство. Я серьезно, посмотри, прям как две капли вот... Не понял. Кто последний покинет отель с призраками? Кто последний покинет отель с призраками? Вроде бы это снял сначала Егорик, а потом Влад у него взял идею, да? Сразу же. Картонный дом миллионера. Хотя, может быть, они все это взяли с запада. Вот кто последний выезд из круга? Это, я помню, точно было еще у Хаймана. И у Влада тоже это есть. Это друг у друга они, наверное, там взяли, либо... Не знаю. Экстремальный пол это лава чейндж, это самое... Пишите в комментариях, не знаю. Вон еще, кто первый выберется из непробиваемого, что-то там. И там, кто первый выберется из непробиваемого. Ладно. Содержание, словосочетание, 100 слоев, 1000 баксов, лайфхаки стик. Ладно, хорошо, меня там в блог подловил. Здесь, да, здесь очень много похожего. Здесь, здесь, да, Теллблог, ты прав. Только 20... Не, реально, я сейчас увидел абсолютно все, почти... Все под копирку. Я не знаю, кто здесь у кого еще сплагиатил. Но здесь абсолютно... Нет, здесь реально смешно. Что бы вы ни говорили сейчас, но здесь очень смешно. И я не знаю, кто у кого здесь мог сплагиатить. Либо, либо они сплагиатили все это Запада, либо кто... Ну, кто-то у кого-то точно сплагиатил. Здесь абсолютно все одно и то же. Я не понимаю, кто у кого просто сплагиатил. Поэтому давайте не будем спорить, ребята. Не надо мне внушать, что они сами все это придумали. Просто так неожиданно здесь получилось, что все... Раз, два, три, четыре, пять, три, шесть. Шесть на три, восемнадцать. Что 18 роликов у Егора и у Влада одинаковые. По названию и почти по превьюшке. По превьюшке. Я больше смешно, что вы здесь. Это нереально одинаковые. Короче, не-не-не, чуваки и девчонки. Кто-то у кого-то точно сплагиатил какие-то видосы. И я не знаю, кто у кого. И мне пофигу, в принципе. Поэтому это... Ну вот насчет я бросил вызов самому быстрому человеку. Неужели у Егорика было то же самое? Не поверю. Не было. Не было. Самый сильный ребенок в мире. Такого у Влада не было. Экстремальные прятки на кладбище аж. У Влада такого... Стоп, что я затупил? Почему я согласился с ним? Здесь же вообще ничего одного и того же нету. Здесь вообще ничего нету. Здесь есть только экстремальный пол раз. Ладно. Провел 24 часа в картонной... Хотя нет, погодите. Ну, может быть, ладно. Это два. Кто первый выберется из бронированного, три. Кто последний закричит, четыре. Мне лень разбираться в этом. Я словосочетание с дали и тому подобное. В этом видео мы узнаем, насколько прочный лед. Короче, сегодняшний ролик называется Экстремальный мальчик висит девочка 100 слоев челлендж. Интересно, это просто совпадение? Или им реально подогнали машину по клонированию на вечном двигателе? Хотя в последнее время еще не ясно, кто у кого идеи тырит. Скорее даже Владу Егора. Я не раз замечал, как А4 копирует уже перекопированное Егориком. Ну, а будем реалистами. Кто у кого бы в их кругу не крал. Все равно это по большей части слизанный материал с запада. Скорее... Ну, я это изначально сказал, что все берут с запада, либо сами придумывают. Корее... Другого варианта не дано, мне кажется. ...с самым сильным человеком за благиат ролика, с которым захейтили Влада. Но это не помешало Егорику спустя три месяца выпустить такой же видос. Да, Егорик уверенно поднимается по ютуберской лестнице. Но давай начистоту. Он, как и все остальные в этом топе, по-прежнему остается тенью канала родителя Влада А4. Как он жестко отвечает, вот... Там близнецом по кон... Короче... Я не буду ни лайк ставить, ни... Нет. Я не согласен с Телл-блогом во многих моментах. Вот. Поставлю лайк, если бы мне понравилось его мнение. А здесь мне его мнение не нравится, поэтому лайк я ставить не буду. Ребят, напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Вы можете ставить лайк Телл-блогу, если реально с ним согласны. Вот. Главное, никогда не ставьте дизлайки, это очень плохо. Вот. Всегда либо ставьте лайк, либо просто, в принципе, не ставьте. С вами был Бодя. Ссылка на оригинал, конечно же, в описании. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. С вами был Бодя. Всем удачи и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok